Не всякий, войдет, в царство, небесное. Что вы зовете меня? Господи, Господи! И не делайте того, что я говорю. Сын, чтит отца, и раб, господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоголение предо мною? Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство небесное. Но исполняющий, волю, отца моего небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени, мы пророчествовали? И не Твоим ли именем, весов изгоняли? И не Твоим ли именем, многие чудеса творили? И тогда объявлю, ибо, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слов, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнев, скорбь и теснота, всякой душе человека, делающего злое. Спасение ваше и погибел ваше, в дунжнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий. Преподобный Никон Оптинский Бог не нам, но дьяволу и ангелам его назначил мучение. Мы же сами великими своими пороками делаем себя наследниками страшных всех мук. И что угрожало лютому змию, то будем добровольно терпеть мы, человеки. Преподобный Ефрем Сирин Преподобный Ефрем Сирин